Буквально недавно журналистам удалось раскрыть подробности ужасного преступления. Жители Средней Азии, приехавшие на заработки в Москву, вечером возвращаясь в свою съемную квартиру, расположенную в спальном районе, проходя мимо кустов, он услышал тихие крики с просьбой о помощи. Не побоявшись, он полез в кусты, где увидел лежащую женщину. Рядом был мужчина, который пытался снять с нее штаны. Он попробовал помешать преступнику, в ответ на это преступник нанес ему удар по голове, вероятно кирпичом, отчего Исмаил на какое-то время потерял ориентацию. Придя в себя, он попытался помочь женщине, находившейся практически в бессознательном состоянии. На ее лице были видны следы побоев. Через минуту приехал наряд полиции, вызванный пенсионеркой. Исмаила сразу забрали в полицию, а женщину в больницу. В полиции всем сразу стало все ясно. Приезжий, как оказалось, еще и выпивший, напал на женщину с целью совершить действия сексуального характера и, возможно, ограбить. Исмаил рассказал свою версию, но ему, как ни странно, никто не поверил. Пенсионерка, вызвавшая полицию, не видела лица преступника и не исключала, что это Исмаил. Тем более, что оба они были в черном. Сама пострадавшая женщина также лица нападавшего не видела и вообще не понимала, что с ней происходит, так как получила сильный удар в область головы. Полиция два дня допрашивала Исмаила и требовала написать признательные показания, но он проявил силу воли и отказался. Местный житель двора принес запись с видеорегистратора, установленного в машине. На записи видно, как женщину в кусты затягивает преступник, а Исмаил через три минуты, проходя мимо, замечает преступление и идет на помощь. На видео лица преступника не видно, но по другим камерам, расположенным в районе, удалось отследить его путь и установить, что преступник живет через два дома. Следы, оставленные им на месте преступления совпали с его ДНК. Им оказался 34-летний мужчина, ранее судимый, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Журналисты выяснили, что к Исмаилу в момент допроса применяли силу, но он решил не испытывать судьбу и не стал подавать жалобу на следственные органы.